Приватизация муниципальных предприятий, предоставление земельных участков многодетным и варианты муниципально-частного партнерства. Саров посетили представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода. Гости из областной столицы обсудили с представителями органов местного самоуправления актуальные вопросы этой сферы. Вопросы у нас очень схожи, и мы поговорили о преобразовании муниципальных предприятий. Так сегодня диктует закон, мы вынуждены это делать. И мы поговорили о тех формах, в которые эти предприятия могут быть преобразованы. Мы поговорили о земельных отношениях. В отличие от Нижнего Новгорода, зато земля ограничена в использовании. Областная столица – открытый город, и комитет по управлению муниципальным имуществом принимает решение, как поступить с объектом. В последнее время все чаще и чаще выбор падает на вариант сдавать в аренду. Да, мы можем продать все имущество, а что дальше? Муниципальные нужды существуют, объекты социальной сферы есть, где нужно размещаться – это нужно. Да, мы ставили одно время на упор. И это самое главное – поступление неналоговых расходов. Но на сегодняшний день мы анализируем и считаем, что все-таки часть имущества необходимо оставлять в муниципальной собственности. Поэтому идем путем консионных соглашений, арендных отношений. Что касается преобразования муниципальных предприятий, в Нижнем Новгороде оно уже идет. Этот процесс запущен не только по указу президента. Больше это веяние времени. У нас уже имеется пример, когда муниципальные предприятия преобразовывали в акционерное общество. На сегодняшний день идем путем преобразования в муниципальные бюджетные учреждения. Есть часть предприятий муниципальных, которые как раз готовы в открытом диалоге обсуждать именно по дальнейшему его существованию и целесообразности вообще развития этого направления. Как считают в Комитете Нижнего Новгорода, нужно взвешенно подходить к этому вопросу, анализируя дальнейшие действия. Своим опытом преобразований гости готовы делиться с администрацией Сарова. Также речь шла о вариантах развития присоединенных к нашему городу территорий. Понятно, они у нас определены генпланом, который в соответствии с указом президента вчера был утвержден. Процедура наша завершена. И понятно, их судьба определена. Мы разговаривали в основном, конечно, о селитерных зонах, которые у нас на северных территориях. Мы обсудили там вопросы, какие территории можно... И мы же там планировали и для многодеток в том числе. Вот таким образом коснулись. Также участники встречи обсудили возможность организации имущественного форума, чтобы в кругу профессионалов обсудить инновационные решения и найти ответы на актуальные вопросы земельного законодательства. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.